На нашем месте так поступил бы любой мужчина, скромно говорят Гацейни Асинов и Алясхаб Магомедов. Однако далеко не каждый на это способен. Чтобы спасти утопающего в море, недостаточно просто уметь плавать. Для этого нужна и смелость, и самоотверженность, а также смекалка и, конечно же, быстрая реакция. Их рекорд 12 спасенных жизней за один день. Потому что там штурм был, все лодки утонули, и вот так мы заезжали, витаскивали, вот так спасали. Тонул человек, Гацан держал, за волосами его когда вытащили, он даже говорил, как-то бывает, я уже прямо на дне думал, я уже все. Я уже все думал, и раз вытащили. Когда я взял волосы, я говорю, вот мне спасли, короче, он нас обнял, но мы его не могли. Распознать утопающего человека бывает не всегда просто, говорит Алясхаб. Вопреки расхожему представлению, тонущие не будут громко звать на помощь, тянуть руки из-под воды или хлопать по воде руками. Все эти признаки противоречат физиологии. Для того, чтобы кричать, человеку нужно нормально дышать, а руки при этом инстинктивно используются для другого. Их раскидывает в сторону, чтобы отталкиваться от воды и плыть вверх. В основном не кричат, которые тонут люди, не кричат, помогите, не кричите ни один. Просто открыли, забываете, видишь, уже подъезжаешь, в такой момент попадаешь, что тонет или не тонет человек. Бывает, уплевает на свои силы, а потом силы исчерпает, а море у нас какое? Здесь отбойные течения бывают, течение туда, течение сюда, как река у нас начинает, он не может вернуться. Много лет назад родной брат Гацани утонул в море. Эта трагедия навсегда оставила неизгладимый отпечаток в его сердце. С тех пор он решил посвятить свою жизнь спасению людей. Правда, вот однажды он спас и лошадь. Это смешная история, конечно. Утром пришли, люди мне говорят, посмотрите на венокль, что-то там несут уже полтора часа, наблюдаем за ним. Венокль посмотреть, что-то непонятное, что-то там несет по течению моря. Ну, за километр там, высоко было. И быстренько собрал лодку, мотор, выезжая к нему. А там жеребец уносит в море по течению. Я его зацепил потихоньку-потихоньку к берегу. Как его ноги дошли до берега, что-то меня она не унесла, что-то не перевернула, вышла на берег. Потом вызвал я с ипподрома Джакеем. На трех лошадях пришли, поймали мне его. А потом появился хозяин. Прокинули инстаграм куда-то, как-то. Оказывается, это был чарадинский перегонный отарец, с ним, которые ходили, их не вошли. Гацейни и Алясхав Парит спасли 50 утопающих. За это их не единожды награждали грамотами. О них писали и в газетах. Вот можете посмотреть медаль за спасение погибающих на воде. Вот такая вот медаль. Благодаря стараниям этих мужчин с 2017 года в микрорайоне Турали не было ни одного случая, когда тонули в море. Спасенные люди не перестают благодарить своих героев, и каждый хочет поделиться своей историей. Мы в море были. Были в море на лодке вдвоем. Попали под шторм. Двигались потихоньку туда-сюда. Потом заглох мотор. А когда мотор глохнет, уже эта проблема усугубляется. И начинается уже как бы на выживание там. Ну не получилось. Лодка начала тонуть, мы выпрыгнули. Разделись. Как смогли, за что смогли, зацепились. У кого там что под руку попалось. Ну продержались где-то, наверное, минут 40, да? Где-то вот примерно на воде. Подолк. Чего там спасли нас они? Мы на море на охоте. И на резиновой лодке зашли метрами. Зашли на ледину, и у нас как-то случилось на море. Ну вот, а скабы они или как бы подуспели, успели нас на лодке подъехать, забрали, спасли. Да, мы любители охоты тоже вот так на охоте. Один раз было все заходили, когда вместе. А другой раз было, когда под лед провалился. Уже не знал, как выйти. Вот и подоспел тоже, алиасхаб. Вытащили оттуда. Уже не первый год причинами многих трагедий на Каспийском море становятся сильные отбойные течения, которые еще называют рипами или тягунами. Эти перемещения водных масс опасны для человека. Рип утянутся от суши в сторону моря и относят людей дальше от берега. Пытаясь вернуться, человек часто теряет все силы и гибнет в воде. В силу того, что песчаное дно постоянно меняет свой рельеф, вода прилива уходит обратно на море на разной скорости, иногда очень большой. Такие течения возникают спонтанно в любом месте побережья на малых глубинах. Сильная волна сбивает человека и быстро уносит в море или несет вдоль берега. При этом он не может выбраться на берег. С рипами могут не справиться не только неподготовленные люди, но и первоклассные пловцы. Али Асхаб и Гацани не раз сами были на грани жизни и смерти, когда пытались спасти других людей. Очень приятно, когда у меня в микрорайоне Туране проживают такие люди, как Магомед Али Асхаб и Ясинов Гацани. Они те люди, которые готовят любое время помочь людям. Вот знаю, сколько людей они спасли, и море, и на суше, как говорится, и готовят любое время помочь. Субтитры создавал DimaTorzok